итак друзья всем привет на даче мечты занимаюсь утеплением крыши мансандры вот видно это мне досталось уже старенькая видно а это я пытаюсь ложить свежие посмотрим что получится в целом технология вот видите вот тут может заменим вот этот фрагмент значит это 50 миллиметров а вот это 100 миллиметров так значит получается ложим первый шар 100 миллиметров и идет потом дальше вот 50 миллиметров перетягиваем ниткой прикрепляем чтобы не падала вот этот наверно тоже заменим этот вроде пойдет и этот вот этот нужно заменить пятидесятку над ним вот так вот тяжело снимать и говорите трудно дышать минеральная вата базальтовая вот фирма не знаю какая но вот такая это все что мне осталось значит материал который есть больше я не могу воспользоваться средств в обрез там у нас лежит в там сотка это пятидесятка на что хватит на то утепляем вот фронт работы три четверти как минимум одна четверть тут вот уже положено было до меня предшественниками я пытаюсь доделать вот такую себе сделал марлевую повязку хоть немножко предохраняет дыхательные пути руки пока не одеваю ничего чуть покусывает но я думаю переживем в крайнем случае если будет беспокоить буду что-то придумывать на руки перчатки но пока попробовал спустился вниз помыл руки вроде бы нормально отходят все все приоткрыл окно чтобы вентиляция хоть какая-то была с двух сторон окно не хочу открывать просквозит душновато немного но ничего будем делать поработал часок спустился прогулялся дальше часок и так будем смотреть по ходу вот первый я лист ложу пока пробую видно да вот это уже свежая сейчас посмотрим что у меня получится в конце рабочего дня сниму покажу итак друзья вот я немножко отключался потому что снимаю с простого обычного телефона нашел себе новый распиратор так проще работать базальтовая пыль очень вредно говорят ну многие я даже видел без распираторов без повязок работает ну я пока не сильно задыхаюсь так то работая можно терпимо вот уже положил вот раз два по два три и четыре вот примерно так у меня получается и что еще может быть пригодится кому-то вот эти вот нити натягиваю пробовал сначала вот обычным степлером что-то у меня с ним не залаживает тем более вот так вот руки вверх туда держишь как-то неудобно я взял молоточек маленький и взял сейчас покажу сначала саму если вам видно гвозди 1 и 4 32 к маркировка видите гвозди я так понял латунно-медные какие-то желтенькие сейчас покажу вот гвоздики надеюсь видно так вот такими гвоздиками очень мягкие гвоздики заходят дерево отлично просто и вот креплю вот эту нить которая прижимает его до того этапа когда уже придется обшивать либо дсп либо осп кто чем обшивает но прежде чем обшивать я смотрел инструкции и изучил много видео уроков сначала нужно покрыть пленкой можно если уже сильно напряжен к с финансами можно обычной полиэтиленовой плотной пленкой но места пребывания или гвоздиков или степлеров скобок проклеивать тоже ну это получится буду показывать дальше я самоучка никто меня не учил просто смотрю как я увидел что где какую мысль украл плагиат и пошел-пошел-пошел пока что вот занимаюсь вот этим утеплением это было старое которое мне осталось он видно даже по цвету она уже потемнеть успела хотя это та же самая вот вата лежит вот это все мне осталось еще от прошлых мастеров это моя мансандра второй этаж еще здесь работы ой 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 вот там вот угол вот этот будет проблема немного вот это все доделывать но там вот лежит я так понял там я уже говорил да я уже тут разобрался где что лежит что тут осталось ну буду и исходить из того что у меня есть вот пока ложу смотрю и анализирую к сожалению с моей пенсией намного чего тут не хватит поэтому пока что ложу процессе получится дальше еще следующий этап подключусь уже покажу как дальше то есть я уже сказал да вот четыре по два я уже положил и вот уже этот пролет начинаю тут ложить вот видно да вот эти вот два по два и еще раз два по два положил и вот уже третий начинаю ложить 10 и 5 сантиметров либо сто и пятьдесят я уже говорил ну все поехали дальше пока что отключусь потом еще раз может быть запишу ну что ж друзья вот начинает уже вечереть я как новичок сегодня ну думаю неплохо так еще и поработал я уже сниму маску так и в двух словах вот чего я начинал вот за мной видно вот это вот темное это было так я укрепил понатягивал еще нити вот видите нити идут так сейчас вот так вот еще покажу а вот это уже светлое это свежие я ложил так за сегодня вот раз два три четыре раз два три четыре так и даже попытался он еще под самым коньком это самое высокое место вот достану ли я проверял на стол ставил обычный кухонный стол вот у меня это такой линейка я прикладываю режу ру ровно чтобы более-менее вот получилось вот такой один ну там понятно там у меня это получается под ним десятка то есть сотка а уже по потолку будет идти вот это вот пятидесятка и того 150 ну она видного доска 150 вот на толщину этой доски я ложу и получается что я полы положил вот таких вот 57 за сегодня где-то грубо говоря сплошной работы полдня для новичка который ни разу не брал в руки подобные вещи это нормально и вот тут чуть пониже вот 6 и 7 получается так и того раз-два ну и помимо этого прошелся так понатягивал где ослабло чуть нет подреставрировал под подогнал подремонтировал подлампичил или как правильно сказать раз два три четыре пять шесть семь восемь девять по два 18 плит уложил ну плит это вот смотрите вот лежит одна плита ну подогнал ее по размерам там если надо отрезал ход допустим и еще одна такая это одна пятидесятка осталось и одна сотка ну пока еще немножко светло может быть сейчас где-то придумаю еще положу как раз от суп это ушло вот этих ушла пачка потому что они в два раза тоньше а этих ушло две пачки то есть две пачки соток одна пачка пятидесяток вот это у меня получилось до 9 штук и вот десятая пара сейчас придумаю сейчас может еще положу где-то потренируясь ну тут я уже не буду ложить сверху потому что вот там пенопласт хочу пенопластом над окном вот пройтись вот здесь пенопластом и он там выше аж под вот там пенопластом так тогда наверное скорее всего я вот тут вот еще вот тут вот сделаю как раз вот этой десятой парой сейчас вот это сделаю и на сегодня все потому что сереет уже вечереет а тут освещение такого нету а протягивать переноску не хочу я при нормальном естественном дневном освещении хочу работать а вечером часто внизу еще возле дома работы полно так что вот такой на сегодня так называемый у меня почин впервые взялся я никогда не занимался не то что крышей а и утеплением и вот этими даже мелкими отделочными работами никогда не занимался вот да обязательно нужно прикрывать конечно базальт пыль вот это базальтовая это ужас в легкие теперь буду ходить целый вечер от харькова и так я сегодня часа 45 тут поковырялся ну в среднем у меня получается две пары то есть четыре плиты за час это ну так скажем руки не оттуда растут просто постепенно я в это дело притрусь и крыша закончится крыша как видите у меня небольшая тут маленькая вот такие вот пироги все жду ваших советов возможно кто-то знает какие-то секреты как облегчить себе особенно когда сверху работаешь тяжело одному я один работаю посоветуете может быть что-то как вот эти вот завершать пенопластовые отделочки как ровнять чем кстати чем лучше резать пенопласт я конечно порой из еще в интернете здесь на ютюбе и так вообще загуглю любой совет по поводу утепление чердака мансандры стен потолка скатов заделывание вот этих вот забыл как они по науке называются ветровая доска вот прибита уже лучше наверно тоже заложить пенопластом а потом это все уже утеплять как как по бюджете и закончить с этими стенами наверно просто заштукатурить я так думаю любой совет от вас будет на пользу чего буду сам знать буду снимать дальше видео не переключайтесь будьте на связи с нами дача мечты работает для вас подписывайтесь приглашайте друзей знакомых близких ну и как всегда по традиции всем мирного неба крепкого здоровья счастья любви добра пока всем удачи пишите и снова уже привет всем идет третий день ну я не от зари до зари конечно занимаюсь этим так выдался часок другой вылез тут занимаясь но первый день я часа четыре занимался на крыше утеплением здесь на чердаке второй день где-то два три часа и вот сегодня решил тоже два три часа выделить вот одним словом три дня по чуть-чуть ну вот уже кто помнит первые видео я показывал вот это я тут начинал вот видно вот это вот сделано уже дальше вот тут видно вот эти две заложено и вот уже под потолок пошел я вон под конек вот видно сейчас вот так вот вот здесь пошел теперь вот это вот займусь это на сегодня вот закончить вот здесь и будет как бы вот этот такой от росточек сюда полу комнатка это такая будет уже сверху заделано тут полускат этот уже я вам показывал вот почти что уже вот видите под конек вот здесь вот чуть-чуть останется вот там вот вот да доделать и вот будет так как здесь так под конек ну а здесь уже здесь здесь будет второй этап это уже через недельки две наверное хочу укрепить вот этот пол видите негде стать пока что там немного насели на досок я вот начал уже планировать и так вот настелить хотя бы пол чтобы можно было здесь поставить стол на стол вылезти кухонный хотя бы тут немножко бетона вот есть уже можно две ножки допустим стола здесь ставить и туда повыше уже вылазить и там утеплять крышу продолжать и вот таким образом будет закончена и это это уже считайте ну примерно третья часть останется две третьих у меня уже будет готова по крыше на так называемом чердаке или многие называют такое помещение мансандра потому что это не совсем чердак он высокий как видите почти в мой рост будет здесь а тут вообще высота будет два метра даже 2 с копейками высота будет вот тут уже все закончено я уже показывал вот примерно это подделается перед тем как пленкой оббивать все не просто пленкой а желательно парабарьером чтобы оттуда влага не проникала а туда вся уходила влага вот ну и зазор должен быть пленка планочки рейки и уже поверх планочек на какой ваш бюджет позволяет сделать обшивку то ли о избе то ли двп но двп вообще не рекомендуют в таких помещениях тем более возможно если вы тут какое-то время даже проживать будете идеальное но дорогое удовольствие конечно это вагонка может быть кто знает другие способы вот немного откроюсь потому что подышу вот такой план работы я себе на три дня поставил и похоже что я с ним справляюсь сейчас там чуть подтяну прижму шнуром и вот этот аппендицит доделаю и вот эту полоску все вот осталась полоска вот это вот до пенопласта вот 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 это план работы вот это закончить и вот это закончить вот это все вот так вот еще раз большая просьба не судите строго я впервые взял в руки вот эти все но не то чтобы инструменты впервые в руки беру минеральную вату базальтовую вот этот вату я с ней вообще никогда дело не имел не представлял что это такое пару видео посмотрел пару вопросов задал бывалым опытным у меня проинструктировали в двух словах шнурок закупил стекловата вот здесь вот было вот еще ну мы это по старинке опять же я ее называю стекловата базальтовая вата минеральная вата ну дальше по мере возможности на мою пенсию особо я не разгонюсь так что будем рассчитывать на может быть даже на каких-то спонсоров не знаю может родственники помогут так что не без этого конечно ну будем продвигаться но по крайней мере я уже вижу что большая половина позади если я вот опять же говорю закончу вот эти вот полторы полоски то уже практически сейчас заканчиваю вот это вот сейчас закончу это уже будет две третьих точно вот такой небольшой отчет о проделанной работе советуйте пишите что делаю не так стерплю критику любую как как вы делаете может быть есть совет по поводу того чем потом отделывать стены и потолок вагонка понимаю дорого возможно какие то есть еще материалы которых я не знаю пишите делитесь может быть есть у вас видео даже с удовольствием зайду и подпишусь на вас также подписывайтесь на наш канал дача мечты вот как видите я снимаю видео не только как работаю в огороде и в саду но и на крыше дома моего надеюсь когда-то я здесь даже буду и жить с божьей помощью главное чтобы был мир на земле и здоровье позволяло остальное мы добьемся я считаю это самое главное поэтому я ее и желаю вам мира здоровья счастья любви добра и самое главное как всегда по традиции на канале дача мечты хороших урожаев пишите всегда ваша дача мечты пока счастливо